Вечер дорогие наши зрители! В эфире выпуск программы. День. Люди. События. День 25 февраля. 20 съезд Коммунистической партии Советского Союза в истории обычно считается моментом, положившим конец сталинской эпохи и сделавшим обсуждение ряда общественных вопросов несколько более свободным, он знаменовал ослабление идеологической цензуры в литературе и искусстве и возвращении многих прежде запретных имен. Однако на деле, критика Сталина прозвучала лишь на закрытом заседании ЦК КПСС по окончании съезда. 25 февраля 1956 года состоялось утреннее заседание 20 съезда Коммунистической партии Советского Союза. Программа съезда уже была исчерпана, когда Хрущев предложил вниманию участников свой сенсационный доклад о культе личности и его последствиях. В докладе Хрущев излагал факты, обличающие Сталина. Доклад был секретным. Но уже в начале марта брошюра под грифом «Не для печати» была разослана по всем партийным организациям. Таким образом, закрытость доклада была условной, хотя официально он был опубликован только в 1989 году. Доклад привлек огромное внимание во всем мире, появились его переводы на различные языки, в том числе распространявшиеся в некоммунистических кругах. Газета New York Times от 16 марта изложила секретный доклад. Еще дальше пошел Госдепартамент США, он 4 июня опубликовал полный текст доклада. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.